приветствую всех на своем канале сегодня у нас в меню очень домашнее уютное вкусное блюдо из кролика по этому рецепту можно приготовить и нутрию кролик у меня молодой без запаха и дополнительно вымачивать мясо я не стала а в блюде мясо получилось нежнейшее пропитанная сметанкой и специями подлива оказалась такой вкусный что ее буквально вылизали с тарелки что нам потребуется для приготовления кролика в сметане вы сейчас видите на экране если у вас нет такой адыгейской соли то положите по пол чайной ложки все ингредиенты из состава моей адыгейской соли а затем доведите вкус до состояния чтобы он вам нравился подсказку на рецепт соли вы сейчас видите на экране сейчас сначала доводим до золотистого цвета порезанный четверть кольцами лук на небольшом количестве растительного масла и вот теперь небольшая хитрость чтобы лук в дальнейшем быстрее разварился и его не пришлось долго тушить а также чтобы мясо быстрее приготовилась и стало мягким добавляем вот так буквально одну треть чайной ложки соды и посмотрите как набухает и меняет цвет теперь него можно и мясо выкладывать и сначала мы обжариваем мясо с луком на сковороде с открытой крышкой пока мясо полностью не отдаст свой сок а затем подливая по чуть-чуть горячую воду тушим кролика под закрытой крышкой почти до готовности на небольшом огне у меня коль кролик протушился около 40 минут теперь добавляем сметану доливаем кипяток обращаю ваше внимание вода должна быть горячей и воды добавляем столько чтобы мясо почти покрылась подливой перемешиваем ложим лавровый листик накрываем крышкой и тушим так еще минут 20 теперь когда мясо уже готово я просто солю по вкусу своей адыгейской солью в которой уже собраны все спицы если у вас нет такой буквально по пол чайной ложки как я уже и говорила положите набор спицы что указан в рецепте соли и вот в общем то и все после того как я выключила газ я добавляю пару зубчиков чеснока я их просто мелко порезала но чеснок как вы понимаете придает блюду еще больший аромат и вот так аппетитно на вид и запах у нас получилось подавать такого кролика можно абсолютно с любым гарниром в общем как всегда если вам понравился мой рецепт жмите пальчики вверх подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии под видео а я желаю вам удачи в делах хорошего настроения и конечно же приятного аппетита пока пока